МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 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 Мы провели черту между понятием патриотизм до начала военных действий в нашем крае и сейчас. Я хотел сказать, что в принципе разницы особой нет. Просто на тот момент, когда мы начали работать, ребята уже пережили бомбежки, обстрелы. И вот они уже, наверное, приходили подготовленные. Оставалось только на эту плодотворную почву правильные семена заложить. И они вырастают, наши ребята достаточно активно принимают участие во всех городских мероприятиях, сами проводят мероприятия, поздравляют военнослужащих наших воинских частей. И иногда сами даже инициаторами выступают. То есть нам подсказывают, где что они хотели бы увидеть, провести, какими-то своими идеями делятся. Немножко активнее стали, наверное. Что способствовало росту числа активистов МОЛОДОЙ ГВАРДИИ? В самом начале активистов было намного меньше, сейчас их число подросло. Что этому способствует? Ну, наверное, поддержка, прежде всего, государственная. Потому что тогда это была, наверное, большая часть сил нашего государства уходила на оборону нашей республики. А это направление тогда подхватили энтузиасты, люди, которые работали с молодежью. Или иногда даже люди, которые до этого не сталкивались с этим направлением, но просто люди небезразличные. И после того, как они получили поддержку, это направление стало развиваться. Появились взаимосвязи между клубами различных городов. Да даже в городе наконец-то между собой начали общаться, развиваться. И, в принципе, это дало свои плоды. Сейчас у нас несколько военно-патриотических клубов на территории города. Мы все активно взаимодействуем, помогаем друг другу. И будем продолжать, я думаю. Также Максим Зайцев рассказал о тесном сотрудничестве общественной организации с активистами из других клубов. Чаще всего это, конечно, на военно-патриотических смотрах различного рода соревнованиях. Но и активно помогаем друг другу совместными мероприятиями. Вот с ВПК Амазонки у нас каждую пятницу проводится совместное занятие по общей физической подготовке и рукопашному бою. Где ребята из ВПК Амазонки занимаются совместно, обмениваются опытом, тренируются. Ну и, соответственно, налаживаются дружеские связи, которые впоследствии помогают им, я думаю, на соревнованиях поддерживать друг друга. Потому что они представляют один город – Горловку. Молодогвардейцы получают членские билеты. Для чего они нужны, мы узнали у нашего собеседника. Наверное, самое главное, что это дает почувствовать себя частичкой чего-то большого. Потому что, когда каждый сам за себя, или вот просто пришли, занимались и ушли, вот и потом ты говоришь, что я вот занимаюсь там-то, там-то, но... А где подтверждение? Ну, хорошо, если видели на мероприятии. А здесь может с гордостью достать, проделить членский билет и показать, что он активный член общественного военно-патриотического движения. Вот. И делает правильное дело, помогает своей родине, развивает патриотическое направление. Ну и, на самом деле, количество мероприятий социальной направленности, помощь ветеранам, вот. Вот. Опять же, поддержка наших воинских частей, ребят военнослужащих, она тоже очень важна. Поэтому, наверное, вот это самое главное. Что дает ребятам обучение самообороне? Занятия, как физическим воспитанием, так и самообороной, они, наверное, в первую очередь дисциплинируют. Наверное, сейчас очень важное направление – это просто развить внимательность в наших детях, потому что в последнее время вот дети, приходя на занятия, очень плохо удерживают информацию, которую ты им даешь на тренировки, на занятии, вот. И буквально там через какое-то время она у них улетучивается и называется. Со временем, когда они интенсивно тренируются, вот, это развивается, это тренируется. И, в принципе, это помогает не только на занятиях в военно-патриотических кружках или физической подготовке, но и при обучении в школе и в дальнейшем в институте, на работе и так далее. По окончанию нашей передачи Максим Зайцев выразил пожелания в адрес активистов «Молодой гвардии». Я хочу пожелать всем ребятам, не только тем, которые будут приходить к нам в отряд, а во все, наверное, кружки спортивные, творческие, других направлений, в любой ситуации прежде всего оставаться людьми. Потому что в жизни бывают разные ситуации, когда вас загоняют в угол или вам кажется, что выхода нет или какие-то трудности давят на вас, но преодолевая их, находя новые горизонты, вы становитесь сильнее, вы становитесь более развитым и, наверное, этим приносите пользу своему государству и себе как личности тоже. Поэтому я, наверное, пожелаю, чтобы они в любой ситуации оставались людьми за большой буквы.